Михаил, в конце передачи мы всегда делаем что-то такое интересное, информационное для сайта. То, что после интервью, после эфира люди могут посмотреть и подчеркнуть, ну, может быть, что-то необычное. На выбор совет, история, ошибка, что-то, что вам кажется важным. Я бы хотел порекомендовать учиться у конкурентов и не бояться перенимать то, что они делают. То есть, поясню на примере Теремка, мы очень многое берем от того, как работает Макдональдс, как работает тот же Сабвей, и на уровне идеи, а иногда и на уровне даже документов. А как, вы внедряете что-то у своих сотрудников? Нет, не внедряем, просто эти же сотрудники какие-то у них работали раньше, и, соответственно, у них что-то можно попросить, и они что-то могут принести. Иногда приносят вот такие пачки документации. Вот, но смысл не в том, чтобы ее, обрадовавшись, тут же внедрить в работу, не получится, а понять идею, для чего какая бумага создана. И вот основное отличие российских компаний от западных – это как раз наличие вот этих серьезных систем стандартов и бизнес-процессов. И вот изучая их, мы не боимся того, что мы это просто копируем, а мы это перерабатываем, пытаемся понять и внедрить уже в том виде, в котором нужна эта теремка. А какие, не знаю, три ключевые вещи, которые вы выяснили? У Макдональдса, например, или у Сбара, или у крошки-какшки? Например, контрольный лист наблюдений, по которому проводится обучение и оценка работы нижестоящего персонала. То есть это, ну, причем интересно то, что те люди, которые работают в Макдональдс, они даже сами не понимают, что это важно и нужно. Каким заполнять этот контрольный лист наблюдений? Ну, проверяющим. То есть этот лист используется и для обучения руководителям, и проверяющим для проверки, и он уже может использоваться самим сотрудником для контроля своей работы, для самоконтроля. Если он что-то забыл, как нужно делать, он может всегда подойти и его посмотреть, этот лист. Он состоит из очень-очень мелких пунктов. Ну, например, если мы начинаем приготовление салата, то, во-первых, цель – приготовить вкусный салат, который бы понравился посетителю. И начинается с того, что мы должны убрать стол, помыть руки и приготовить продукты, разложить все приборы, инструменты, инвентарь, который нужен для приготовления. И только когда уже все приготовлено, только тогда начинать готовить. Ну, то, что в трудовом контракте не пропишешь. Да, банально, но это не соблюдается на 80% ресторанов. А Макдональдс это соблюдает. Так, а еще что? Например, по Сабвейу мы очень много взяли… Ну, сейчас берем от оформления, от внешнего вида, от размещения рекламы, от каких-то указателей. Но, опять же, мы на это смотрим и переделываем под себя на уровне идеи, как это все должно выглядеть. Просто создавать самостоятельно, конкурировать с компаниями, на которые работают лучшие умы всего мира, просто практически невозможно. И очень многие как раз-таки пытаются вот что-то свое создать, и свое получается, ну, очень смешное и неработающее. То есть велосипед изобретать не надо? Велосипед ни в коем случае изобретать надо. Надо посмелее больше смотреть на конкурентов и заимствовать у них все. А вы это системно делаете? То есть у вас есть… Ну, периодически нет, но мы чувствуем, что где-то вот тут вот прокол, тут, и узнаем, как же это решают другие. Но другие те, кто нас опережает, конечно. А ваши российские конкуренты Крошка-Картошка, чему-то вы у них учитесь, или вот как раз мы впереди, а они отстают? Ну, я даже… Нет, я у них не учился. Может быть, и есть чему-то поучиться, но мне все-таки вот туда, к звездам больше тянет. Спасибо большое.